Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! С детства я очень люблю животных. Моя мама всегда приносила домой дворовых котов. Чаще всего больных и истощенных. Скольким пушистиком она спасла жизнь, даже не сосчитаешь. Потом старалась пристроить малышей к друзьям и знакомым. Или даже оставляла себе. На постоянной основе в моем детстве у нас жили три кота. Плюс еще два-три находились на санитарно-больничных условиях. Когда я уехала в другой город учиться, мне безумно не хватало кошачьего уюта. Я напрашивалась в гости к друзьям, у которых были коты, и прикармливала бродячих пушистых. Взять одного к себе я не могла. Понимала тогда, нас выгонят с общаги, и вместе пойдем жить на улицу. После свадьбы, когда мы с мужем въехали в новую квартиру, я надеялась, что наконец смогу завести себе пушистика. Но, как оказалось, у мужа была ужасная аллергия на котов. Знала бы раньше, еще подумала бы, стоит ли вообще выходить за него замуж. На выходные я сбегала из дома и ехала к родителям. Там меня ждали любимые котики. Хотя, конечно, они уже отвыкли от меня. Вроде бы узнавали, но как-то совсем равнодушны. В их мурчании больше не было любви и доверия. Мне было так обидно, как никогда раньше. Глядя на мои страдания, муж принял рыцарское решение. Ладно уж, давай заведем котенка. Буду пить лекарства, глядишь и не останешься вдовой. Но тогда я уже была беременной и решила не рисковать. И вот, когда нашей дочери было три года, мы, еще раз хорошо подумав, решили завести лысого котенка. Решила назвать его в честь мужа Сережей. С первого дня я полюбила этого малыша. Конечно, мне не хватало кошачьей пушистости. Но я подумала, что привыкну. Только вот лысый Сережа не собирался ко мне привыкать. Этот маленький наглец возненавидел меня с первого дня. Как только я хотела взять его на руки, он возмущался так, что соседи могли оглохнуть. Царапался, дрался, как настоящий воин. В его зеленых глазках так и светилось презрение. Нет, шипел котик, живым ты меня не возьмешь. Так было обидно, тем более, что и к мужу, и к дочке котенок относился с любовью и уважением. Даже обниматься любил. А от меня шарахался, как от чумы. Муж жалел меня, но не переставал подкалывать. Очень уж комичной казалось ему эта ситуация. А я чувствовала себя хуже некуда. Решила серьезно поговорить с котом. Села напротив и говорю так строго. И почему ты, мерзавец, такой меня не любишь? А кот посмотрел так странно, подумал, наверное, что совсем уже рехнулось и сбежал под диван. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.